Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет посвящен двум соседским странам. Первая страна это Грузия и город Ахалциха мы с вами посмотрим. И вторая страна это Турция. Посмотрим город Ардаган. Это пожелание зрителя у меня возникло достаточно давно. Он мне написал после просмотра ролика, который был посвящен Грузии и непризнанной республике Абхазии. Я еще раз подчеркиваю, что это непризнанная республика Абхазии. Кроме всего прочего, друзья мои, изменились требования к комментариям, которые размещаются в сети интернета, где бы это ни было, в том числе и YouTube. То есть, то же самое стал более требовательным к различным комментариям. Поэтому всевозможные оскорбления, какие-то нецензурные выражения, к сожалению, эти, или к счастью даже, наверное, почему же, к сожалению, такие комментарии проходить не будут. Во-первых, они сразу же попадают на модерацию. Во-вторых, безусловно, они будут удалены. Почему удалены? Ну, вы знаете, есть желание все-таки канал по чуть-чуть хотя бы развивать. Хотя это мое хобби, конечно же, никакой там ни заработка, ничего. Мне это самому интересно просматривать различные города и страны. Очень, ну, очень увлекательно, скажем так, для меня это. И поэтому хотелось бы, чтобы канал существовал, пока существует YouTube, и все-таки потихоньку развивался. За содержание в комментариях на канале, на сайте, сейчас достаточно серьезные предъявляют санкции. Фактически, ну, везде. Поэтому, друзья мои, давайте будем сдержаны и, как бы, писать более адекватный комментарий. Кроме всего прочего, еще раз говорю, канал ни в коем случае не политизирован, поэтому всю политику опускаем, и мне она абсолютно не нужна. Мы всего лишь смотрим интересные места в интересных городах где-то как-то. Ну, и стараемся, может быть, как-то сравнить немножко уровень жизни, как выглядят эти города. И так далее. Абсолютно не трогая никакие политические взгляды, никакие там партии там и так далее. Давайте просто наслаждаться красивыми видами в различных городах, в различных странах. И на основании этого уже как-то выражать свое мнение. Просто полностью давайте постараемся откинуть какие-то политические там предпочтения, взгляды и так далее. Они не нужны абсолютно. Итак, начнем мы с города Ахалцихе, что в Грузии. Это город на юге Грузии. Административный центр находится на реке Пацховис-Цкали. Через город проходят шоссейные дороги на Батуми, Боржоми. Железнодорожная станция грузинской железной дороги в 52 километрах от Боржоми на линии Хашури-Вали. Итак, давайте посмотрим, как выглядит этот город со спутника. Вот такой небольшой городок. Начнем мы, как обычно, по традиции с просмотра интересных мест. Ну и сейчас я постараюсь найти все-таки, где находятся здесь станции. Сразу хочу сказать, что я абсолютно не просматривала эти два города, поэтому прям вот вместе будем попадать на какие-то места. И заранее я не готовился к ролику, не читал, не изучал это все. Дайте вместе вот по типу сегодня случайного туриста. Куда попали, что увидели, то посмотрели. И прокомментировали как-то, выразили, может быть, свое мнение. Ну вот, честно говоря, пока не могу определиться со зданием, где это расположен вокзал. Ну вот внутреннее основание какое-то, хочу сказать, что-то прям как не совсем даже и чисто неукожено. Я думаю, что это железнодорожная станция, но вот только одни автомобили, видим, стоят здесь. Автомобили и автобусы тоже небольшие. Ну, наверное, станция такая... А, ну вот, пожалуйста, побольше автобус. Вот такой перрон примитивный, что-то под зарощенной травой. Как-то не совсем ухожено. Какая интересная остановка где-то недалеко. Ну вот, пожалуйста, здесь автобусы стоят где-то на территории вот этой станции. Интересно, конечно, посмотреть само здание. Ну, скорее всего, вот оно и есть. Да, вот таким образом оно выглядит в этом городе. Кстати говоря, съемки у нас март 19-го года. Можете обратить внимание внизу экрана. Все это подсвечивается. Что-то как-то совсем мне это не нравится, конечно. Ну да, вот 17-й год. Чуть-чуть постарее. Это и есть автостанция в Грузии. Нельзя не посмотреть такое уникальное сооружение, как Халцикская крепость. Вот таким образом она выглядит. Кстати говоря, она частично отреставрирована. Но прилегающая территория, понятно, не частично, а очень хорошо отреставрирована. Конечно, это было все построено еще, когда данная территория была территорией Османской империи. Ну, вот такие вот виды на эту крепость. Кстати говоря, с территории крепости тоже по отзывам очень хорошо все смотрится. Данная крепость сейчас используется... Вернее, на территории данной крепости есть и кафе, и рестораны, и даже небольшой, как бы, отель. Ну, вот несколько изображений мы с вами можем посмотреть. Да, конечно же, все здесь просто пахнет такой историей древней. Вот глядя вот на эти башни, думаешь, каким образом раньше их даже возводили и строили. Посмотрите, какая высота, ну, не было же подъемных кранов. Здесь вот, посмотрите, то же самое. Ну, вот на территории видим такие вот летние вераночки, конечно же. Здесь можем изнутри посмотреть. Смотрите, какая кладка. Это все сделано, ну, вот по типу кирпича. Ну, надо же. Да, более современный фонтан уже установлен, как бы. Но, тем не менее, даже вот какие-то современные детали включены. От этого вот дух древности здесь, мне кажется, не теряется. Красивое очень место. Молодцы грузины, что все это отреставрировали и содержат в таком неплохом виде. Есть вот такое вот интересное духовое здание. Ортодоксальная синагога. Вот, посмотрите, как все это сделано. Я надеюсь, что это, конечно же, тоже ручная работа. Вы смотрите, все вырезано. Если это сделано руками, ну, просто вот хвала мастерам, которые все это делали. Ну, само здание какое-то такое слабенькое, не особо. Ну, я думаю, что оно историческое. Вот, конечно же, по росту на таком тоже значенном все-таки здании недопустимы, безусловно. Ну, честно сказать, синагогу в Грузии не ожидал увидеть. Как-то вот не складывались мои мнения об этом. Да, понятно, христианские, возможно, даже и других вероисповеданий какие-то храмы могли бы быть. Но вот синагогу, честно, не ожидал. Есть очень старинная армянская церковь на территории также. Конечно же, она не действует. Видно, все это довольно-таки давно существовало. Жаль, конечно, что исторические какие-то вот такие объекты, они находятся в таком состоянии в любой стране, но не только, конечно, в Грузии. А вот такой тоже достаточно древний католический храм функционирует полностью. Можем зайти внутрь и посмотреть. Да, строение довольно-таки, думаю, что старинное. Таким вот образом оно выглядит. А вот здесь вот обнаружил, друзья мои, вот такой храм Государственного университета. Ну, надо же. Да, ну, явно, конечно же, функционирует. Вот таким образом внутри некоторые виды можем с вами посмотреть. Вот это что сделано, наверное, так же. Вот здесь мраморная плитка, конечно же, смотрится очень великолепно. И вот это вот, я так понимаю, что тоже, наверное, отделка мрамором. Очень здорово, конечно. Величественно смотрится даже без вопросов. Да, вот то, что мы вначале смотрели, там, конечно же, они вот рядом расположены. Одна крепость, и вот крепость Рабат тоже самое. Почти я это упустил дело. Это совершенно иное сооружение. Вот таким образом оно выглядит здесь. И вот эта вот башня, которая была вдали, она как раз относится к этой крепости. Крепость Рабат. Да, кстати говоря, еще по поводу крепости Рабат, здесь же располагается и музей истории. Теперь отправимся мы в Турцию. Посмотрим в городе Ардаган тоже некоторые интересные места. Итак, город Ардаган, город в северо-восточной Турции, центр одноименной провинции, расположен на Карском плоскогорье, в верховьях реки Куры, которые делятся на две части. То есть город разделен этой рекой вот на две части, можем это наблюдать. Это тоже небольшой город, по численности населения, кстати говоря, они очень схожи с грузинским городом. Вот таким образом он выглядит со спутником. Так, ну и как обычно, начинаем с автостанции, либо железнодорожной станции в городе Ардаган в Турции. Это, конечно, автостанция, тоже вот такая небольшая, небольшое такое вот здание. Посмотреть бы, конечно, поближе, зайти внутрь, но тоже особых видов каких-то определенных здесь и не наблюдаем. Тоже странно, хотя я ожидал большего. Съемки 19-й год, декабрь, к сожалению, ничего особенного мы здесь и не видим. Стоят автобусы, какой-то примитивный перрон. Единственное только что, как бы, плюсом может быть вот такие вот виды на дорожное покрытие в виде вот таких булыжников. В принципе, таким вот образом и выглядит эта автостанция. Также в городе Ардаган есть одноименная крепость. Ну, скажем так, немножечко она, может быть, и поменьше выглядит, поскромнее, чем мы сейчас смотрели с вами в Грузии. Но, тем не менее, это тоже очень древнее сооружение. Прилегающая территория, конечно, в Грузии сейчас мы смотрели там просто изумительно. Выглядит вся здесь похуже, как-то вот по запущеннее. Ну, может быть, не столь пользуется популярностью у туристов и особо средств там и власть, может, не выделяют на то, что все это сделать. Ну, это и понятно, в принципе. Но, тем не менее, конечно же, это тоже, как бы, объект такой старины и определенная такая визитная карточка города Ардаган. Одна из мечетей города Ардаган, ну, такая скромненькая, не особо. Вот хочу отметить, что фактически везде на мечети вот такие вот громкоговорители развешаны. Смотрите, на четыре стороны, когда начинается служба, это все разносится на весь город. Есть в городе очень хороший спортивный комплекс. А здесь вот представлен крытый бассейн, пусть небольшой, но, тем не менее, есть тренажерные залы, что тоже, конечно же, радует. Небольшой, но есть где заняться плаванием. Есть и открытый стадион, причем, хочу обратить ваше внимание, с натуральным покрытием на поле. Ну, давайте еще посмотрим вот такой вот скромненький парк в городе Ардаган. Места для отдыха присутствуют. В принципе, ну, скажем так, какие-то элементы благоустройства и ухоженности этих мест есть, но они, конечно, далеки до совершенства. Здесь вот почему-то пересох вот этот вот канал. Есть какие-то места для отдыха, но это так вот достаточно примитивно. А, ну, здесь должен бить фонтан, он не работает, уже что-то подзарос таким-то образом. Вот такая вот горка для детей, тоже скромненькая достаточно. В принципе, Турция это не бедная страна, но вот как-то скромно даже вот такая в виде набережной выглядит место такое. Ну, давайте перенесемся назад в Грузию и погуляем по улицам. Вот у моего зрителя больше была просьба все-таки посмотреть и объективно оценить зрителями, не мной, конечно же, а именно зрителями, кто будет смотреть ролик, оценить, как выглядят улицы в обоих городах в этих. Ну, и вообще так погулять по улицам, как бы видеть туриста, посмотреть интересные места. Ну, опять сталкиваюсь с той же проблемой, что, допустим, в Грузии съемок очень и очень мало. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Попадаем, я так понимаю, на какую-то из площадь, может быть, это основная площадь города. Ну, и город в вечернее время. Ну, что ж, хочу сказать, что очень неплохие виды открываются, беспроводные светильники, кое-какие проблемы с плиткой, да, мы замечаем. Кое-какие проблемы по территории, вот, в плане здесь зеленых насаждений. Ну, это февраль 20-й год, возможно, что-то даже и получше будет. Фонтан, конечно, не работает. Вот такое здание, в принципе, наверное, я так понимаю, жилое в четыре этажа. Ну, так достаточно уютно, не правда ли, вот, посмотрите, достаточно уютное такое место. Правда, что-то ни машин, ни людей, вот, как-то нет толком. Конечно, больше изображений именно вот с той крепости, которую мы с вами смотрели, по городу прям, ну, вот, совсем очень и очень скромно. Но, тем не менее, что есть, говорю, давайте хотя бы довольствоваться этим. Так, вот такой тоже сквер, парк, летний кафе, видим здесь мы с вами. Что? Да, все сделано плиткой. Ну, может быть, где-то грубоватые какие-то такие вот места не совсем приятные. Ну, а в целом такой вот для небольшого городишка, в принципе, уютный тоже сквер. Здесь даже здание вдали видим, в принципе, неплохо выглядит. Но вот остальные как-то просмотреть не получается из-за зеленых насаждений. Но я не говорю, что это минус. Нет, ни в коем случае. Зеленые насаждения должны быть, ну, и тем более за деревьями так вот более-менее еще ухаживают здесь. Ну, такая вот панорама, общий вид на город. Здесь что у нас? Ага, здесь вот есть такой небольшой какой-то храм, в принципе. Ну, и общий вид на город. Конечно, прилегающие постройки не впечатляют с такими вот железными древними крышами. Здесь поломанный забор непонятно чего. Какой-то спуск пошел. Общий вид, конечно же, такой впечатляющий. Горы, смотрите, хребты какие прилегающие. Вот здесь вот тоже идут холмы. Вот. Но сам город не впечатляет в том плане, конечно же, что здесь съемки апрель еще. Только апрель был бы позеленее, может быть, посимпатичнее все это выглядело. Так, еще одно изображение города. Слава богу, нашел здесь, получается, тоже 19-й год. Одна из улиц, хотя и ноябрь. Ну, не будем обращать внимания на какие-то природные объекты. Давайте посмотрим именно здание. Вот такой навален мусор, непонятно почему. Что-то вот здесь вот произрастает. Дорога. Ну, дорога оставляет живылать лучшего. Некоторые, да, здания, посмотрите, вроде бы сделаны и неплохо. А некоторые просто вот в такой... А, ну здесь ремонт идет. Ладно, хорошо, мы это не трогаем. Давайте дальше посмотрим. Конечно, да, еще и время портит общую картину. Ну, хочу сказать, тоже ничего особенного мы здесь и не обнаруживаем. Еще на одно такое вот замечательное место попадаем. Это август 19-й год съемки. Смотрим здание. В принципе, приемлемо. Ну, вот это вот в объявлениях все было здесь залеплено. Это понятно, конечно же. Потом все отодрали. Ну, фасад кое-где покоцанный достаточно. Такие серенькие непонятные балкончики. Вот это здание, конечно, выглядит уже получше. Хотя с балконами тоже беда, как часто можно увидеть даже в России. То же самое. Здесь более старинные какие-то здания расположены. Места для отдыха. Ну, отсутствие, как всегда говорю, вот тени в летний период. Все-таки в Грузии довольно-таки жарко. И в летний период здесь находиться не совсем приятно. Вечером посидеть? Ну, да, согласен. Хочу отметить хорошее дорожное покрытие. Разметка везде есть. Прям неплохо. Ну, вот пятиэтажка. Явно построена еще во времена СССР. Ну, и что-то с ней, какой-то фасад здесь что-то тоже отстраивали. Ну, вот интересное такое замечательное место. Окружной суд, вроде бы как, информатор указывает. Ну, и, конечно же, здесь вообще сама территория довольно-таки неплохо выглядит. И дома, посмотрите, неплохие, да. Двухэтажные. Съемки у нас 17-й год. Ну, это территорию вот до этого мы с вами посмотрели, да, как бы вечернее изображение. Там выглядело все уже по-другому. Но, тем не менее, видим, что вот это место, конечно же, на 17-й год уже реконструировалось потихоньку. Так, ну, насколько правда, не знаю, вот тоже вроде бы как указывает информатор, что здесь находится больница. Возможно, так оно и есть. Давайте посмотрим прилегающую территорию. Ну, есть кое-какие насаждения, цветы, клумбы, так вот. Неплохая, в принципе, территория. Есть такой зимний пейзаж. Так, ну, вот здесь вот еще 17-й год. Единственное, можем обратить внимание вот на эту пятиэтажку. Вот что это за полоса красная идет? Просто ограждение на балконах? Ну, нет, вроде бы как-то сплошное. Непонятно, как тут таким образом и сделано. 17-й год. Есть асфальтное покрытие, хода бедно какое-то присутствует. В здании, ну, тоже видно, что фасад что-то ремонтировался. Здесь уклеенная всяческими объявлениями остановка. Ну, и так тоже, вот, знаете, довольно-таки не совсем прилично выглядят бордюры. Вот эти вот прилегающие. Тоже как-то странно. Честно, тоже, говорю, ожидал иного вида от города. Ну, здесь вот здание на реконструкции. Возможно, сейчас выглядит уже совершенно иначе. Ну, вот, друзья мои, здесь 18-й год и уже совершенно иное изображение. Прекрасные виды и на горы, и вот сами постройки. Посмотрите, как здорово они тут смотрятся. Более современные здания полиции. Вот, для полиции, конечно же, самое оптимальное. Нужно построить самое лучшее здание. Здесь какой-то торговый центр. Полиция нас бережет всех в любой стране. Так, тоже какой-то отель. Ну, вот, даже возле отеля. Посмотрите, здесь вообще хаос полнейший. Вот здесь, что же, убрать нельзя территорию. Сам отель, конечно, выглядит неплохо. Но прилегающие территории жутковатые. Хорошее дорожное покрытие, отмечаю, за минусом. Единственное, только вот каких-то опознавательных знаков. Здесь на дороге разметки обычной. Это, конечно, за минусом. Но здесь вот за год здание не сделали. Мы смотрели его в 17-м году. Здесь 18-е, но здание не сделано еще. Ну, в общем, в Грузии город вот так местами. Где-то, где-то прям не совсем уж и плохо. Прям достойно очень выглядит, хочу сказать. Здесь вот на 15-й год, посмотрите, очень неплохие виды в парке. Здания прилегающие очень неплохие. Ну, а где-то прям вот довольно-таки требует определенных вложений. Требует, конечно же, ремонта. И прилегающие территории стоит убрать. Ну, в общем, такой вот интересный контраст. Ну, вот здесь вот пятиэтажки. Давайте посмотрим еще. Тоже видно, что они после ремонта фасады. Февраль 2020 года. Очень свежие фотографии достаточно. Хотя старые пятиэтажки, конечно же, никто не говорит. Здесь вот, конечно, прилегающие тоже гаражи какие-то. Такой хаос жутчайший. Старинные развальные здания. Ну, пятиэтажки отремонтированы. И то уже хорошо. Ну, давайте теперь перенесемся в Турцию. Город Ордоган. И вот неожиданно прям вот так я попадаю в одну из мечетей. Давайте полюбуемся видами. Как все здесь смотрится. Вот такая замечательная красота. Да, выглядит, конечно, очень и очень красиво все. Тоже, друзья мои, по Турции, по данному городу Ордоган, очень мало изображений. Поэтому цепляемся за каждой. Рассматриваем детально. Достаточно детально. Вот на такое место попадаем. Тоже здесь 17-й год. Думаю, будет более свежее. Ну, что, местами, да? Вот где-то здание, может быть, неплохо выглядит вот это. А здесь, да, фасады как-то не очень. Да, видим, конечно же, и плиточное покрытие. Более-менее ухоженное территорией. Хотя, вот проблемы с плиткой. Просело. Лужи уже присутствуют. Ну, это мы с вами смотрели, в принципе, территорию учебного заведения. Апрель 19-го года посвежее. Ну, вот сразу, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, более современные здания. Хочу сказать, что в Грузии подобного нет. И, я думаю, вряд ли там можно будет найти даже какие-то новые здания. Там в большом количестве нет, конечно же. Кое-что мы видели построенное. И то вот здание для полиции. Вот им, наверное, нужнее это здание. Вот здесь интересная такая панорама. Мне понравилось здесь кафе. Ну, скорее всего, может быть, и круглогодичное оно. А здесь, смотрите, вот так вот рука. Я так понимаю... Сначала мне показалось, что это меню. Нет, это не меню. Это все-таки вот какие-то известные личности. Возможно, их какие-то высказывания идут. Но такой вот оригинальный подход. Такого еще нигде не видел, конечно же. Развернутая книга. И вот определенные люди. Возможно, просто эта информация о этих людях. Посмотрим на город издалека. В общем, здесь где-то вот по окраине проходит трасса. И можем мы увидеть вот такую картину. Город расширяется, строится. Но меня удивило то, что, знаете, как вот, как бы, да, уже на окраине, на Атшибе, фактически. Но строится не частный сектор, а вот все-таки многоквартирные дома. Посмотрите. Вот частного сектора фактически и нет. Только вот как-то получается, дома-то вот разбросанные. Тут дом построили, здесь вот два стоят. Как-то странно. Вроде бы, если это новый район, почему их так разбрасывают, так далеко друг от друга. Ну, с другой стороны, идет строительство, город расширяется, значит, место перспективное, и это хорошо. Тоже можем посмотреть зимнее изображение здесь на город с такой вот смотровой площадки. Ну, конечно, вот то, что опять же нет зелени, все это как-то серовато смотрится. Здесь разрушенные здания, но тоже, вот, знаете, так особо город не впечатлил. Говорю, вроде бы, как есть новые какие-то постройки достаточно много, но особо не впечатляет. Тоже от Турции так вот не ожидал. Вот частные дома. Неясно, непонятно тоже, как выглядит. Не очень хорошее дорожное покрытие. Давайте вот по этой улице еще продвинемся, так посмотрим. Торговля ведется какой-то. Какая-то точка торговая. Вот такой вот домик, больше похож на жилой гараж. Здесь труба торчит. Вот, знаете, как-то вот почему-то бедновато. Последний город просматривал в Турции. Мне прям достаточно понравился. Я не ожидал от него таких видов. Хотя, опять же, на окраине даже есть тротуарчики. Обидно, конечно, что маловато изображений по обоим городам. Но вот, будем довольствоваться тем, что есть. Вот такую вот вывеску. Да, понятно, что она светится там. Развесили. Хотя, съемки почему-то июнь показан. Но, наверное, с Нового года так и не сняли. Вот. Украшает. И напоминает о Новом годе даже в июне. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать, наверное, свой обзор сравнения. Особо посмотреть, конечно, нам не пришлось. Оба города. Но такое, хотя бы небольшое впечатление, в принципе, сложилось. Спасибо огромное всем, кто досмотрел ролик до конца. Ну, вот некоторые даже частные застройки можем посмотреть. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много чего интересного. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся на канале Среда Обитания. Мне вот этот больше вид нравится. Вот на эти вот холмы. И вдали, вот, посмотрите. Природные достопримечательности Турции. Более красивые, чем, может быть, даже сам город. Все. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok